При определенных условиях атом водорода из аминогруппы тирозина может присоединиться к атому кислорода гидроксильной группы в молекуле аланина. В результате образуется вода, а оставшиеся фрагменты аминокислот соединяются друг с другом. Получился дипептид-аланил-тирозин. Связь между карбонильным атомом углерода в молекуле одной аминокислоты и атомом азота, находящимся в альфа-положении в молекуле другой аминокислоты, получила название пептидной связи. Возьмем другую аминокислоту, эпсилон-аминокапроновую. Ее формулу можно записать короче. Эпсилон-аминокапроновая кислота способна к поликонденсации. Когда объединяется много молекул эпсилон-аминокапроновой кислоты, получается полимер, капрон. В этом случае связь между карбонильным атомом кислорода и атомом азота называют амидной связью, а образовавшиеся полимеры полиамидами. Эпсилон-аминокапроновая кислорода. Эпсилон-аминокапроновая кислорода.